Мне показалось, что на самом деле у вас достаточно было жестковатое воспитание. Вы рассказывали в одном из интервью об эпизоде, когда отец в самом таком возрасте, когда кудри и вообще внешне значит для мальчика, когда он начинает ухаживать за девочками, открыл вас в парикмахерскую, и вас перед выступлением, что называется, под ноль. Да. Ну, это жестоко было, я считаю. Ну, это было воспитательно. Воспитательно это было, тем более, что стояла страшная зима. И когда я пришел в эту парикмахерскую, то парикмахер спросил, как будем стричь. Отец сказал, в одну левку. Парикмахер изумился, конечно. Он сказал, совсем под нулевку. Он говорит, абсолютно. Снявши голову по волосам, не плачут, сказал мой папа. Ну, и меня побрили тогда. Действительно, это было неприятно очень смотреть в зеркало, как машинка. Затылка идет вот сюда, к носу. Черная прядь падает на белую снежную простынку. Ну, поскольку зима стояла лютая, у меня была шапка такая, ушанка. Все носили в Ленинграде дети такие шапки. Вдруг она оказалась на два размера больше. Туда задувало страшно. Ну, я молчал. Ничего не сказал. Вы запомнили этот эпизод? Запомнил, конечно. Как может было такое не запомнить? Мы запоминаем многие вещи, самые неожиданные. Ну, что меня радует, это то, что я приду через экран телевидения к людям, может быть, которые никогда не приходили в Московский Международный дом музыки. И, может быть, они после этого придут. Потому что это моя мечта. Я когда-то был в венском зале золотом, музыкферайн, совсем молодым. Первый раз я пришел в этот зал, и меня привела графиня такая, наверх туда, и сказала, вот в этой луже я сидела со своей бабушкой. А она уже была немолодая женщина. Вот моя мечта, чтобы так было и здесь.